Здравствуйте! В этот раз будет много спорта. В Олимпии 16 и 17 ноября пройдут соревнования по бадминтону. Начнутся они в 10 утра. Вход свободный. Можно прийти и поболеть за друзей и знакомых. В Манеже и ГУ в субботу и воскресенье пройдет первенство города по легкой атлетике в памяти заслуженного тренера Готовкина. На повестке дня будут прыжковые дисциплины. В субботу начало в 15.30, а вот в воскресенье в 10.30. 17 ноября в спортивной школе номер 7 состоится первенство города по тайскому боксу. Этот спорт набирает популярность, поэтому советуем прийти и родителям, которые не знают в какую секцию отдать ребенка. Начало в полдень. На стадионе «Текстильщик» в воскресенье нас ждет любимая команда красно-черных. На домашнем стадионе она принимает клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска. Вход 200 рублей. Нашей команде очень нужна поддержка зрителей. Старт в 13.00. Об остальном расскажу прямо сейчас. 17 ноября в Ивановском областном художественном музее пройдут две бесплатные экскурсии по главному выставочному проекту фестиваля «Первая фабрика авангарда» «Два авангарда рифмы». Экскурсии проведет куратор проекта Сергей Соловьев. По версии обозревателей «Москва Таймс», телеканала «Культура», выставка «Два авангарда рифмы» – один из интереснейших музейных проектов осени. Экспозиция парадоксально сопоставляет шедевры авангарда. Десяток-двадцатых годов прошлого века из собрания художественного музея и лучшие произведения неофициальных художников второй половины двадцатого века из коллекции Натальи Аполевой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И выигрывали абсолютно все гонки, поэтому план был практически невыполним. Кроме того, главные роли в этом фильме исполнили Кристиан Белл и Мэтт Дэймон. Однозначно рекомендуем к просмотру. Второй фильм, обязательный к просмотру – это «Мидуэй». Картина экранизирует одно из масштабных и стратегически важных морских сражений в Тихом океане времен Второй мировой. В июне 42-го американский флот одержал победу над японцами в сражении у Аттола «Мидуэй», что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне. Зрелищные бои и яркая картинка гарантированы. Сегодня ставки делают не на нас. Но мы докажем, что американский флот – это не шутка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, приглашаем вас на наш концерт в вашем городе. Будет весело, жарко и душевно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баянмикс – новая программа. 21 ноября, 18.30, Филармония. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощнейший фестиваль с 3D-рисунками на теле. Так о себе заявляют организаторы крутого и яркого праздника для тех, кто любит впечатление. Уже в это воскресенье гости увидят танцы на пилоне, работы лучших мастеров боди-арта со всей страны и насыщенную шоу-программу. Наш город редко принимает такие завораживающие праздники красоты, поэтому пропустить неоновое шоу нельзя. Тема феста – мечты о будущем, и она дает огромный простор для фантазии. Гостям приготовили несколько розыгрышей и сюрпризов. Каждый сможет попробовать роспись на своем лице. О билетах заботимся заранее. Кошки приглашают в гости. В конце оба выходных дня жители города смогут посмотреть и оценить лучших представителей пород усатых и хвостатых. Здесь будут и редкие коротколапые кошки-манчкины, и огромные, и грациозные, и такие популярные нынче у заводчиков мейкуны. Также множество редких и удивительных пород. С владельцами питомников можно будет поговорить о рационе кошек и особенностях ухода за ними. А еще приобрести котят с родословной. И в конце нашей программы расскажу про конкурс, в котором могут принять участие наши самые маленькие зрители. Начался прием заявок на ежегодный городской конкурс «Мой подарок Деду Морозу». Принять участие в творческом новогоднем состязании приглашают и дошколят, и детей младшего школьного звена. Номинации следующие. Рисунок, поделка, новогодняя открытка и игрушка на елку. Подарок лучшим творцам вручит лично Дед Мороз, который приедет в наш город в конце декабря. Так что, если нет мероприятий по душе на выходные, займитесь рукоделием. А я прощаюсь. Веселых выходных. До свидания.